Мифы о неизвестных науке существах, обладающих поражающими воображением внешним видом или способностями, можно найти почти в каждой культуре. Даже в современном мире эта таинственная тема продолжает будоражить умы людей. Существует даже целая наука криптозоологии. Правда, её официально не признают по понятным причинам. Название криптозоологии происходит от греческого слова «криптос», что означает «тайный». Буквально название можно перевести как «изучение тайных или неизвестных животных». Целью тех, кто занимается тайной зоологией, фактически является поиск информации об удивительных живых существах и доказательства их реальности. В 1996 году в посёлке Каолиновый на кладбище пенсионерка нашла странное существо, которому дала имя Алёшенька. После смерти гуманоида уфологи заявили об инопланетном происхождении карлика. Его мумия была отправлена на исследование в город Каменск-Уральский и таинственным образом исчезла. Именно об этом сегодняшнее видео. В 1996 году уфологов всего мира взволновало известие о найденных останках странного гуманоида. Обнаруженный в Челябинской области у окраины города Кыштыма, инопланетянин Алёшенька сразу стал предметом обсуждения в газетах и на телевидении. Ставшая необъяснимой историей Алёшеньки началась в мае 1996 года в посёлке Каолиновый близ города Кыштыма. Пенсионерка Тамара Васильевна Просфирина обнаружила на кладбище странное существо, которое сочла младенца. Она жила одиноко, регулярно навещала её лишь невестка. Впоследствии невестка Просфириной пыталась описать гуманоида. Она сообщила, что подбородка у него не было, вместо рта виднелось отверстие. Он издавал странные звуки, похожие на посвистывание или стоны, смотрел не моргая. Более точные характеристики были даны только после смерти гуманоида. Занимавшийся делом в 1996 году следователь Владимир Бендлин, обнаружив мумифицированные останки, измерил и записал размеры его тела и конечностей, а также описал внешний вид существа. Длина мумии составляла 20 сантиметров, покров серо-зелёного цвета. На животе и боках были желтоватые пятна. Общее строение тела было схоже с организмом недоношенного ребёнка. Так Бендлин поначалу и решил, но затем, внимательно осмотрев существо, он изменил своё решение. На теле не было ни пуповины, ни половых органов. Ушные раковины полностью отсутствовали. Череп имел странную шлемовидную форму. Нижней челюсти не было, а через лицо шёл телевидный выступ. Следователь сделал несколько фотографий мумии. Когда Тамару Васильевну забрали в больницу, её питомец остался один. Через некоторое время к ней в дом зашёл сосед Нурдинов. Он, по его словам, знал, что у соседки живёт инопланетянин и видел его при жизни. Нурдинов обнаружил Алёшенку мёртвым и уже частично мумифицированным. Мужчина решил, что мумию пришельца можно выгодно продать. Он удалил внутренности и просушил останки на солнце. После этого спрятал мумию в своём гараже. Выяснилось всё это случайно. Уже упомянутый майор Бендлин вызвал в качестве свидетеля по делу о хищении цветных металлов Нурдинова. Тот рассказал милиционеру, охранящейся у него мумии. Следователь доложил о находке начальству и предложил возбудить уголовное дело. Но на это над ним только посмеялись и посоветовали заняться реальными делами. Впоследствии посетившие Кыштым японские журналисты не могли поверить в то, что такая необыкновенная находка не привлекла внимания властей. Далее следователь посетил психиатрическую больницу, где лежала Просвирина. Он побеседовал с фельдшером, которая присутствовала при госпитализации. Она вспомнила, что когда больную забирали, в постели у той лежало что-то в пелёнках вроде кошки. Сама Тамара Васильевна выглядела больной и истощённой. На вопросы Бендлина она сообщила, что нашла в лесу ребёночка. Владимир Бендлин вёл видеозапись беседы. Он снимал также и прочие этапы своей работы по этому делу. Стремясь всё задокументировать, он, как уже говорилось, сфотографировал мумию и попросил знакомых врачей её исследовать. Гинеколог Ирина Ермолаева сказала, что это недоношенный плод. Результат преждевременных родов с многочисленными отклонениями. Но у патологоанатома Станислава Самошкина было другое мнение. Он сообщил, что это не человек и он считает необходимым провести экспертизу ДНК. Своё утверждение Самошкин мотивировал так. У человека даже с аномалиями череп состоит из шести пластин. У Алёшеньки их всего четыре. Кости у него трубчатые, они хрящевидные, как обычно у младенцев. К сожалению, из-за отказа в возбуждении дела экспертизу назначить было просто нельзя. Впоследствии, когда останки существа уже были утрачены, в Кыштым прибыл со своей группой уфолог Вадим Чернобров. Он нашёл пелёнки, в которые заворачивали Алёшеньку со следами биологических веществ. В 2004 году эти материалы были переданы на исследование в Институт общей генетики РАН. По мнению экспертов, в материале присутствует ДНК человека с многочисленными отклонениями. Надо отметить, что сторонники инопланетного происхождения заявляют, что исследование нельзя считать корректным, ведь материал побывал в руках множества людей, оставивших там свою ДНК. Учитывая, что в 1957 году в тех местах произошёл радиоактивный выброс с завода «Маяк», мутации были вполне вероятны. Едем дальше. Когда слухи о найденной мумии стали распространяться в СМИ, Бендлину посоветовали обратиться в город Каменск-Уральский, где работала группа уфологов. Они немедленно заинтересовались находкой. Руководитель группы Галина Семёнкова забрала мумию, и больше о ней ничего не слышали. Через несколько лет женщину удалось разыскать. Галину Семёнкову нашли с большим трудом. Телефон у неё был отключён, домой она пришла почти в полночь. На вопросы об Алёшеньке она с неохотой сказала, что материалы забрали спецслужбы. О результатах исследований женщина распространяться не стала. Уже не один десяток лет эта история действительно будоражит умы. Но кроме этих небольших деталей, которые могли быть во многом выдуманы, мы больше ничего не знаем конкретно об этом каштымском карлике. Но давайте не будем останавливаться на достигнутом. Ведь есть сведения о том, что подобные мумии находили и на других концах земли. В 2003 году в одном из заброшенных чилийских шахтёрских посёлков, в пустыне Атакама, была обнаружена странная мумия длиной около 15 сантиметров. Удлинённый череп, большие глазницы вновь-таки напоминали скорее инопланетянина из фильмов, чем обычного человека. У уфологов, потерявших каштымского карлика, появился новый идол, будто бы прямое доказательство того, что мы не одни во Вселенной. Но это ещё вопрос, во Вселенной ли или на Земле? И вообще, кто эти существа? Может быть, они живут под Землёй, например? Настоящим учёным потребовалось 15 лет, чтобы получить генетический материал, который позволил бы приблизиться к правде. Если внимательно присмотреться к этому скелету, видно, что это не недоношенный плод, а это сформировавшийся скелет неизвестного существа. Думаете, это всё? Нет, не всё. По всему миру находит огромное количество непонятных существ, либо в мумифицированном, либо в другом виде. Конечно же, не все эти случаи попадают к общественности. В двух монастырях Таиланда находятся два загадочных артефакта, о которых ходят интересные предания. Поговаривают, что это останки эльфов, самых настоящих, которые обитали в незапамятные времена на нашей планете, а, возможно, обитают и сейчас. Тела были представлены для изучения исследователем, самим настоятелем храма. После проведения исследований эксперты заявили, что эти создания с соцветием на макушке, которые очень походят на людей, не являются подделкой или человеческими зародышами. Эти особи совсем не знакомы современной науке. У тел созданий природная принадлежность, а на голове у них имеется стебель. У этих загадочных существ, так же, как и у человека, имеются глаза, уши, рот, язык, зубы и даже внутренние органы. Их опорно-двигательный аппарат очень сильно напоминает человеческий. Само наличие таких находок говорит о том, что люди не выдумывали истории о древних существах. Например, все знают ети, снежного человека. Миф этого существа походит с высоких регионов Гималаев и Сибири, где его замечали много раз. При этом все же не хватает фактов подтверждения его существования. Некоторые ссылаются прежде всего на следы в снегу и образцы шерсти или меха, которые ему приписываются. Однако этих открытий слишком мало для нашего научного мира. Но, с другой стороны, если бы кто-то действительно нашел живого снежного человека, то стали бы его показывать общественности. Сильное сомнение. Ведь тогда уже один этот факт перевернул бы общепринятую концепцию. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там, помимо текущих материалов, будут также публиковаться и эксклюзивные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok